Ситуация с украинским авиационным предприятием «Мотор Сич» рискует основательно испортить отношения Киева с инвесторами из КНР, что чревато серьезными проблемами для экономики Украины. О возможных негативных последствиях решения киевских властей о переходе «Мотор Сич» в собственность государства предупреждает декан факультета Международной политологии Института политики и право Цзинаньского университета Хунтао. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал переход «Мотор Сич» в гособственность, а Владимир Зеленский позже подтвердил решение СНБО особым указом. Таким образом, китайский бизнес в лице инвестировавшей в авиастроительное предприятие компании «Байжинский резон» рискует потерять свои вложения. Между тем, Пекин требует от Киева соблюдения прав инвесторов из КНР, в противном случае обещая Украине немалые потери. Произошедшее с «Мотор Сич» сводит на нет все усилия украинской власти в создании благоприятных условий для капиталовложений в Украину. Арбитражное разбирательство дела может получить широкую огласку и дать начало отоку зарубежных денег из страны, вряд ли иностранные инвесторы захотят рисковать своими капиталами, рискуя их потерять из-за неправового вмешательства государственных чиновников. «Если возникнет масштабный оток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины», считает эксперт, слова которого цитирует РИА Новости. «И без того страдающие от нехватки оборотных финансов, украинские предприятия рискуют в этом случае потерять рынки сбыта». Инвесторы же, по мнению ТАО, должны проявлять особую осторожность при финансировании чувствительных компаний, чтобы не выкидывать деньги и технологии в пустоту.